Я хочу публично высказаться по поводу того факта, что Алекс Брежнев прорвал дно и начал впаривать полный лохотрон. Друг, ты никогда не задумывался, сколько денег тебе нужно для счастливой жизни? Я думаю, чем больше, тем лучше. Миллионером за день можно стать, только выиграв в лотерею. То есть почти никак. А миллионером за год можно стать, кликнув вот на эту вот подсказку. Так что мой друг расскажет тебе о методике, которая позволяет зарабатывать от 3 до 10 тысяч в день, используя секретный алгоритм. И поторопись, кто знает, может уже завтра она работать перестанет. А ты таки не успел заработать свои деньги. Так что кликай на подсказку, либо переходи по ссылке в закрепленном комментарии. Я знаю, что сейчас набегут апостолы Брежневые, будут писать, что я завидую. Хорошо, только конкретнее и по пунктам. Чему именно завидовать? Если что, вот статистика за прошедшие 30 дней. И, ребят, ваш кумир совсем обнаглел. Это он вам рекламирует лохотрон. Подумайте об этом. Я понимаю, что люди зарабатывают как могут. И честно, когда я услышал, чем занимается герой моего следующего интервью, я был слегка взволнован. Потому что, ну, ко всему отношусь скептически. А вот к блогерам, которые набирают высокие просмотры, приходят запросы на рекламу. Часто приходит лохотрон. Всякие гуру по финансам, которые рекламируют свой богатый стиль жизни, чтобы вы им отдавали свои деньги, с которых они будут жить богато и рекламировать свой стиль жизни. Криптобиржи, зарегистрированные в офшорных зонах, которые работают без лицензии, но рекламируют себя как легитимные биржи. Эти рекламы тоже вам приходят. Ну, запросы на рекламу. И я их вежливо шлю на три буквы. Иногда попадается казино, которое не является лохотроном. Но тут важен подход блогера. Если блогер говорит, давай, заходи, поиграй, но знаешь, что это все-таки казино, это одно. А если он говорит вот это... А миллионером за год можно стать, кликнув вот на эту вот подсказку. Так что мой друг расскажет тебе методики, которая позволяет зарабатывать от 3 до 10 тысяч в день, используя секретный алгоритм. То это полный развод, лохотрон и позор. Я уже говорил, что буду следить за Брежневым и разболочать его вранье. Но тут началась СВО, и я отложил это на дальнюю пыльную полку. Недавно Брежнев рекламировал покер. Ладно, почему бы и нет, я сам люблю играть в дурака. Спасибо бабушке, я играю хорошо. Но он еще рекламировал подозрительную биржу на стадии разработки, которую, к счастью, теперь хрен найдешь. Потом он рекламировал другую биржу, которая работает без лицензии. А торговать на бирже, которая не имеет лицензии в той стране, где вы живете, значит, в случае, если вас обманут, судить вам будет просто некого. Ну да ладно, хотя бы раньше Брежнев не говорил вот это. А миллионером за год можно стать, кликнув вот на эту вот подсказку. Во-первых, в описании три ссылки на полное разоблачение лохотрона, которое рекламирует Брежнев. Обязательно их посмотрите. Нецензурная лексика присутствует. Во-вторых, кратко, как этот лохотрон работает? Вы регистрируетесь по ссылке, которую предоставил Брежнев, начинаете играть в этот лохотрон. Вначале вы, может быть, выигрываете, но потом скрипт этой игры делает так, чтобы вы проигрывали, играя на ваших эмоциях. Пока вы думаете, что вы разбогатеете, конечно. Казино — это бизнес. Оно должно зарабатывать. И чем больше вы проигрываете, тем больше откатов получает Брежнев. Конечно, если он пошел с ними работать по такой схеме, мог и просто, в принципе, получить платеж за рекламу. И поторопись, кто знает, может уже завтра она работать перестанет. А ты таки не успел заработать свои деньги. Так что кликай на подсказку, либо переходи по ссылке в закрепленном комментарии. В-третьих, Брежнев, ты там, блядь, совсем вообще обнаглел? Не делай вид, что ты не знаешь про игровую зависимость. Алкоголизм и наркозависимость в этой же категории. Одно дело говорить «пойдем в казино», а другое дело убеждать людей с финансовыми проблемами, решить свои финансовые проблемы способом игр в казино. Игр, которые прикрываются словом «стратегия», которую разработало само казино, чтобы доверчивые люди сливали там свои деньги. Я понимаю, что монетизацию частично убрали, но у тебя суммарно миллион подписчиков. У тебя совсем пропало чувство ответственности? Я знаю, почему ты и другие компании рекламировал, показывая их логотипы. На эту стратегию ты даже по имени не назвал, а и просто прикрепил в комментариях. Даже не в описании, потому что прекрасно знаешь, что только так можно избежать страйка от Ютуба за рекламу лохотрона и нарушение условий. Брежнев, еще раз, у тебя суммарно миллион подписчиков, у тебя своя платформа для рекламы, ты можешь открыть свой бизнес и раскрутить его. Зачем ты обманываешь россиян и одновременно строишь из себя патриота? Я знал, что ты меркантильный псевдопатриот, но не думал, что ты такая меркантильная... Перестань позорить себя, перестань позорить возвращенцев, перестань позорить телепрограммы, на которых ты выступал, перестань рекламировать лохотрон. Займись чем-нибудь полезным для общества, раз ты тут с нами живешь. Извинись перед своими подписчиками и апостолами, это именно ты впариваешь им этот лохотрон.